Почти неделя поисков пропавшего в районе Усть-Луги Рыбловицкого судна Мони, похоже, принесла результаты. В Финском заливе специалисты МЧС сейчас обследуют обнаруженный на дне объект, похоже, на затонувший баркас. Его нашли поздно вечером, накануне, при помощи эхолотов. Напомню, судно Мони, на борту которого находилось три человека, капитан и два матроса, отправилось на промысел 3 января. Связь с ним была потеряна во время возвращения, на следующий день. Тогда же оно исчезло с экранов диспетчеров порта Усть-Луга. В поисках Мони спасатели обследовали около полутора тысяч квадратных метров акватории. Для проведения идентификационных работ были направлены группа водолазов северо-западного регионального поисково-спасательного отряда, представители главного управления МЧС России по Ленинградской области и Следственного комитета. В поисках Мони принимали участие почти 350 человек, 35 единиц техники, в том числе авиация. Однако родственники погибших считают, в координационном штабе не намерены поднимать судно, если подтвердится, что это именно оно. Близких экипажа такой подход не устраивает. Дали понятнее, что судно поднимать им не будут. Мы вот именно с родственниками, впрочем, помогите нам. Нам надо поднять этот пароход на экспертизу по-любому. Судно нужно доставать. Ребята, судно было корытым от нас доказывать. Напомню, кораблекрушение Мони послужило поводом для возбуждения уголовного дела с 16 ноября в порту Усть-Луга действует запрет на выход в акваторию маломерных судов. Однако капитан судна о своих передвижениях информировал диспетчеров и получал от них необходимое разрешение. Вопросы у следователей есть и к владельцу, а также арендатору Баркаса. Известно, что еще в 90-е финские собственники избавились от него по причине ветхости, продав россиянам.